Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информационного агентства Хакасия. Сегодня у нас в гостях сопредседатель Хакасского регионального отделения деловой России Олег Борисович Габловский. Здравствуйте, Олег Борисович. Добрый день. Олег Борисович, сегодня прошла встреча с депутатом Государственной Думы от Хакасии Сергеем Михайловичем Соколом. Что послужило причиной такой встречи и чем эта встреча закончилась? В прошлом году по инициативе правительства Республики Хакасия было принято решение об увеличении ставок налога по объектам, по которым стоимость определяется как кадастровая стоимость. В одних случаях на 50%, в другом случае на 33%. Это произошло несколько неожиданно для бизнес-сообщества. Никоим образом с бизнес-сообществом не обсуждалось и мы об этом узнали уже постфактум. Поэтому мы приняли решение обратиться к депутату Государственной Думы Сергею Михайловичу Соколу с вопросом о том, как эту ситуацию можно исправить. Ну вот нам уже президент ТПП рассказал о том, что это и преждевременный, во-первых, закон и то, что не обсуждалось. Олег Борисович, вот Вы как представитель бизнеса и общественный деятель, вот скажите, как это отразится на конечных потребителях Хакасии, то есть на нас, на простых жителях Республики? В любом случае, когда у бизнеса повышается та или иная издержечная база, безусловно, это должно быть заложено в стоимость услуги, либо в стоимость товара. Поэтому, конечно же, если будут растять налоги, если будут повышаться любые другие издержки, то и будет повышаться конечная стоимость продукта. Но проблема даже не в этом. Я все-таки считаю, что было бы разумнее, конечно же, подобные шаги в условиях пандемии не принимать. Тем более, что президент многократно говорил о том, что малый и средний бизнес необходимо поддерживать. Неоднократно говорилось о том, что в нынешних условиях надо создать все условия для того, чтобы бизнес выжил. И предпринимать шаги по повышению налогов в это время, по-моему, мягко говоря, очень неразумно. Ну вот я помню, когда принимался этот законопроект, почему-то упор в представлении этого законопроекта делали, что это повлияет только на угольщиков. Да никак. Там говорилось о том в пояснительной записке, что это повлияет в первую очередь только на крупный бизнес, на крупные торговые сети. Но давайте не будем лукавить. Крупные торговые сети и так платили этот налог по максимальной ставке. Для них ничего не изменилось. Если вспомнить, как этот налог принимался, я был депутатом Верховного Совета Трех Созывов, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го. Принимал самое активное участие, не дадут меня соврать, представители власти в соглашении о ставках этого налога. И тогда было установлено, что все объекты для юридических лиц площадью до 1000 квадратных метров, это налоговложение, пардон, до 2000 квадратных метров, налоговложение 1%, от 2 до 6000 квадратных метров, полтора процента и свыше 6000 квадратных метров, это как раз и есть, крупные торговые центры и прочее. 2% максимум, поэтому для них ничего не изменилось. Мы тогда с таким трудом договорились о том, чтобы было принято это решение, более того, оно было принято не только для юридических лиц, но и для предпринимателей на уровне муниципалитетов. И теперь вся эта работа, ну скажем так, пошла коту под хвост, я считаю, тем более в такое время, это более чем неразумно. То есть, другими словами, наверное, было бы правильнее, раз уж так говорили, повысить у тех, у кого площадь свыше 6000 квадратных метров. Так она и так получается 2%, больше нельзя, это максимальная ставка. То есть, это по максимуму. Это максимальная ставка и больше нельзя. А сейчас максимуму подтянули малый бизнес. Да. Более того, в пояснительной записке было сказано, что это не коснется никаким образом малого и среднего бизнеса, в основном это коснется крупного бизнеса. Я, будучи руководителем общественного совета при Федеральной налоговой службе Республики Хакасия, утверждаю с четким знанием дела, я видел все эти цифры, что как раз в большей степени это коснется именно малого, среднего и микробизнеса. По одному из разделов, то есть площадь до 1000, до 2000 квадратных метров, там пропорции приблизительно 60 на 40, в пользу малого бизнеса, в кавычках в пользу. По объектам от 2 до 6000 квадратных метров более 80% это малый и средний бизнес.